Мурзик замерзла Угадай как кинфляция называется Кинфляция называется Мурзик замерзла Ну если холодно до улицы Просто лето Нечего с холодной брать вообще Ну извините Кстати не с осенью Всем привет Ну что насчет песни Ребята подскажите песни У нас Мурзика не хватает денег Насчет моей доманы Она замерзла в зиме Ты мелкий Всем привет Пусть они мне подскажутся Сейчас спросим у них А почему они переворачиваются Сейчас Потому что блокировка Всем привет 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 О ОО СНОВА Музафар Поверни И что? Я могу уйти Если вы такPlus Хотите, если вам что-то не нравится. Такие вежливые, такие гостеприимные. Да. Спасибо. Короче, всем привет. Мы... У нас уже полдвенадцатого. Нет, у нас сейчас восемь... Семь-то сколько? Восемь двадцать. Да, у нас светло. У нас в Киеве не темнеет так рано, там, как в Москве или где-то еще. Че, деловая? Блин, ребят, с такими комментариями вообще не хочется делать трансляции. Серьезно. Все, ребят, я реально отключаюсь, потому что мне не нравится то, что вы пишете. Ну, как бы, должно быть хоть какое-то уважение. Мы для вас стараемся, делаем побольше трансляций, фотки, постим и все такое. У нас как бы аккаунты открыты, и все могут смотреть, лайкать и все такое. А вы просто так не очень красивы. Поступайте, некоторые. Пускай не говорит тогда так. Ну-у-у. Что, я, кстати, не знаю, какое-то сделала. Да. Ведь я вам все виноват. А в чем она виновата, ребят? В том, что мы гуляем вместе? Это что-то не так? Мы можем... Нас позвали ребятам. Меня один, и ее другим. Да. А мне, кажется, знакомы. Гуляли с дедукцией, прочерком Суперменом, Чили и Никой. Все нормально, не обращай внимания. Хорошо. Хорошо, ладно. Хотелось вам рассказать столько всего, как сейчас настроение аж пропало. Я даже очкелью, чтобы вы не видели моих слез, понимаете? Я не люблю, как-то видят мои слезы. И вообще, у меня такая проблема. Вы понимаете, что трубочки черные? Я хотела красные. Чтобы подходили под коктейль. Еще оливочку. Они мне принесли черные. Ну все. Подскажите, пожалуйста, песню, на которую можно снять камеру. Мы вот сидим, я ей говорю, пусть нам Анатика кружит, снимает, а она ломается. А я не ломаюсь, я говорю, что будет сюрприз. Какой сюрприз? Ну ты же сама знаешь. А, я поняла, вспомнила. Вы пьяные? Нет, короче, сегодня. Как день вообще начался? Не помню, я встала. А, я проспала, как всегда, потому что сидела в интернете, переписывалась с друзьями. Ох, эти друзья, конечно. А потом мне пишут, иди спать уже быстрее, здоровье важнее, чем переписки. Я такая думаю, ну да, так как я уйду, если переписываюсь с ними? Смешные, конечно. Говорила. И мы, получается, потом я пошла тренить с Лози, и сама потренировалась. Меня очень вдохновили Крю ЮА-21, и я поставила хореографию. Ну, я знаю, что этот трек уже заезженный, но просто я его слушала еще зимой, тогда, когда он только вышел. Но тут... Смачка меня очень сильно вдохновил, и я решила поставить. Очень вдохновил. Вот, скажите, если, пожалуйста, ребята, мне нравится. Короче, представляете, я вчера в Скаймоле встретила Шапика и Таню. Кто смотрит их? Они ссорились в Заре. Только что мы сидели и встретили Артема Пивоварова. Я такая ссорная думаю. Мой любимый исполнитель прошел. Ну, мы же не хотим делать одинаковые ковера и все такое, поэтому... Пишут, что хотят что-то гуляла, потому что... Дела... Дела... Ну вот, сейчас сижу лежу... У нас уже темно. Сейчас мы, короче, зашли попить сачок в мозги-бар. Впервые тут побывали. Были в кино на Дракон Пит. Не идите на этот фильм. Ужасный. Просто капец. Я взяла, втыкнула наушники в уши, и все. И слушала песенки. Мне не понравилось, честно говоря. Дисней как-то скатился, можно так сказать. Ну, такое вообще... Никакое. Регину, да, встретили. Было прикольно. В чем мне интересно? Да во всем. Такой какой-то банальный, блин. Слов толком, текста нету. Короче, в общем, вы поняли. Пишут, чтобы ты спела «Серебро сломано». Это новый трек прикольный, кстати. Ангелина вроде уже не в Турции. Ну, я не знаю. Я так же слежу за Инстаграмом ее, как и вы. Но сейчас я больше всего времени провожу вот с моей подругой. Вот. Я пошутила. Все понятно. Знаете, выражение лица со стороны Мурзика? Такая типа... Я говорю, сейчас больше всего времени провожу с... Показываю, типа, ее сторону. Она такая сидит. И я такая «От, своей подругой». Она такая... Ну, вообще, да. Красила волосы? Не-а. Кстати, вчера было видео Одесса. Кто был там? Прикольно было вообще? Некоторые знакомые блогеры были. Знаешь, в мире много всего интересного происходит. А где Блэр? Блэр, которая в Young Winners была? Или Блэр... А, это же мы с тобой прикалывались. Наша подруга. Поснимай. Вот она. Всем привет, ребята. Я Блэр. И сейчас идет третий сезон, девятая серия. Скоро будет. Блэр, выпей. Я сегодня, вчера, вчера поссорилась с моей лучшей подругой. Все, это была демо-версия для продолжения. Купите полный пакет сериала «Госип Горл». Кстати, в «Вумен Сикрет» есть пижама «Госип Горл». Последняя осталась висеть. Смотрите на это. Ну, мне она не сильно понравилась. Там, короче, серая. Ну и что? У меня шлюзги пошли. Она на распродаже, кстати. В «Пирамиде». А где это из «Голливери» в «Вумен Сикрет». Посмотри. Лер, я серьезно. Посмотри, есть. Короче, там написано такая, типа, серая футболка. Сейчас расскажу. Серая футболка. Вот тут поцелуйчик такой. Написано «Госип Горл» и там «Эксо-эксо». Ну, типа это. И написано «Вы знаете, что любите меня?» Ну, на английском. Серьезно? Серьезно. Ты не можешь? Я тебе реально говорю. Хочешь, пошли в «Пирамиду». Я тебе реально говорю. Она там была. И еще такие штаны. Все в поцелуйчках, где написано «Эксо-эксо-эксо». Сколько она стоит? Она на распродаже была. По-моему, гривен 350. 50, может 400, но не дороже, не 800 точно. Блин, я тут буквально... Мы не тихие! Ребята, короче, номер хат. Если вы скинете каждые рублей по 10, то вы на кофе мне на пижамку, ну пожалуйста. Пишет, чтобы ты сняла на MeToo. Да, мы видели Мартыненко, и он так с нас немного поржал, потому что мы фотографировались, и он фотографировался, он такой, типа, девчонки, классные руки. Блогер стоял возле нас на видео «Жара». Я уже путаюсь в этих всех. Да, Аня Бобровская была в России. Говори номер карты, давай номер карты. Вы реально сейчас побежите. Просто не перекинь детей! Короче, идет такой, проходит мимо Артем Пивоваров. Мы с ним один раз переписывались, и едко... Он такой подходит к нашему столику, и говорит, что мы очень классные девочки, потому что он слушает нас... Шо? Не было такого, он проходит вот тут мимо. Ой, смотри, какая завтыкала. Да, он проходит вот здесь мимо. И я такая, типа, завтыкала, Мурзик, Лер, ты че? Я такая, секундочку. Где тут Салис? Спрашивает, 400 гривен, это сколько рублей? 1200. 1200. И я такая, сижу, завтыкала, и я говорю, это же мой любимый певец, Мурзик, только пойди сфоткайся с ним. Я такая, нет, не буду. Потом лично познакомлюсь все-таки в жизни, знаете. Мера, я не понимаю. Final Reduction. Мурзик знает украинский язык. Что вы тут рассказываете? Она сегодня фильм даже смотрела, почти без перевода моего. Я вижу одних Микки Маусов. А, покажи, да, ну ладно, неважно. Это новая коллекция Микки Маусов. Какой у меня рост? Метр шестьдесят три. Короче, все, едем в пирамиду. Так у тебя же денег нет. Какой там, ничего страшного. Хотя бы посмотрите. Лера, какой там размер? Какая разница? Ну, не XL точно. Блин, все, Лера, пора. Все, ребятки, я поехала. Блин, что делать? Куда она едет? Я поехала, нормально? Ты же пижамый. Лер, ну ты просто не представляешь. Это пижама, мальчик. Дай номер. Записывайте. 098-366-54-02. Жду. So cold, maybe it's... Ей холодно снова. Да. Очень холодно. Лер, понятно. Я каждую неделю меняю номера. А то, знаете, вот это... Полю их в трансляциях, а потом записала. Если возьмем эту другую трубку, это мой пиар-менеджер. Да какой пиар-менеджер, Лер? Чего ты не врешь? На пиар-пати такой номер. Тогда, если Порши ответит, то... В смысле, Бухтиярова? Где Бухтиярова? Тут не было Бухтиярова. Все, у меня 10%. Всех люблю, всех целую. Всем пока. Все, ребята, мы за пижамой, ребята. Ой, Мурзик, это чтобы ты согрелась. Эксо, эксо. That's girl. Все, Лер, пора ехать. Я серьезно. Пора... Пора в путь. Пора за пижамой. На зустрич приходом. Лера, короче, сейчас стоим на площадь.